Дорогие коллеги, во-первых, хочу поблагодарить Оргкомитет за приглашение к участию в этом форуме. Сегодняшний мой доклад посвящен теме тромбогеморрагические осложнения у реанимационных пациентов с внебольничной вирусной пневмонией. Механизмы развития ТГО при внебольничной вирусной пневмонии. Как известно, вирусная или бактериальная инфекции могут привести к локальному развитию венозного тромбоза или к развитию ДВС-синдрома. Массивный венозный тромбоз может привести к аглопатии потребления и кровотечению. ДВС-синдром может привести к синдрому полиорганной недостаточности и к аглопатии потребления, и к вследствию кровотечению. Основной причиной кровотечения может быть таблопатия, потребление дефицит факторов гемокоагуляции, которая развивается на фоне гипершебиенолиза первичного или вторичного. Механизм активации свертывания крови заключается при вирусной или бактериальной пневмонии в активации моноцитов и тромбоцитов, которые впоследствии приводят к образованию в сосудах митифибрина. В стадии развития коглопатии при вирусной пневмонии выраженная гиперкоагуляция крови и высокий риск тромбообразования, затем развивается венозный локальный тромбоз и или ДВС-синдром, затем следует потребление факторов свертывания крови и, как следствие, развивается кровотечение. Степень выраженности тромбо-геморрагических осложнений зависит от вирулентности возбудителя. Как показали многочисленные исследования у больных с вирусной пневмонией, наиболее вирулентными являются вирусы H1N1 и H3N2. Частота полиорганной недостаточности 80%, смертность около 30%. В случае с COVID-19 это взаимодействие является наивысшим посредством которого COVID-19 может индуцировать как макро- так и микротромбозы. Первоначальная и главная цель активации свертывания крови при инфекции – это образование фибрина с целью ограничить распространение инфекции. В основе этого механизма лежит взаимодействие тромбоцитов, факторов плазменного компонента и иммунитета. При воспалении лейкоциты играют огромную роль в активации системы гемостаза, главным образом путем образования и высвобождения тканевого фактора смертывания крови. Нейтрофилы с целью уничтожения инфекции начинают освобождать экстрацеллюлярные нити, НЭЦ, цель которых уничтожить инфекцию. Взаимодействие активированных тромбоцитов на поверхности нейтрофилов является ключевым триггером в освобождении НЭЦ. Образуется тромбоцитарно-лейкоцитарный конъюгат за счет активации тромбоцитарных рецепторов адгезии к лейкоцитам П-селектива. Одной из важнейших особенностей COVID-19, подключающей его от других вирусов, является выраженное угнетение фибринолизом. Механизмы щад-дау фибринолиза при COVID-19 в основном это высвобождение большого количества ингибиторов фибринолиза ПАИ-1 и ТАФИ. Бактериальные инфекции, в отличие от вирусных инфекций, приводят к локальной активации коагуляции, локальное ограничение инфекции. При вирусной инфекции лёгких имеет место как локальная, так и системная активация коагуляции, что приводит как к образованию венозных тромбозов локальных, так и образованию ДВС-синдрома полиорганной недостаточности как следствие повышенной летальности. Выводы. Бактериальная пневмония, очаг инфекций в лёгких, вирусная пневмония, очаг инфекций в лёгких, плюс полиорганное поражение. Общие выводы лейкоцита играют основную роль во взаимодействии системы свёртывания крови и иммунной системы. Гиперактивация системы гемостаза за счёт активации лейкоцитов и тромбоцитов как защитная реакция организма может привести к патологической реакции, то есть развитию локального венозного тромбоза, так и ДВС-синдрому полиорганной недостаточности, септическому шоку и смерти. Инфекции геморрагические осложнения. В результате потребления тромбоцитов и факторов свёртывания крови в процессе тромбообразования может иметь место выраженный дефицит в системе гемостаза, коглопатия потребления и как следствие условия для развития геморрагического синдрома. Анализ пациентов реанимационного отделения нашей больницы с вирусной дне больничной пневмонией. За период 2017-2019 год в лаборатории клинической гемостазиологии было обследовано 17 пациентов с вирусной дне больничной пневмонией. Из них H1N1 80%, H3N2 20%, H1N1 плюс H3N2 5%. Следует указать, что в нашу больницу за период пандемии COVID-19 больных с COVID-19 не поступало, потому что мы не принимали этих пациентов. Диагноз ДВС выставляли согласно слове ICH-DC. Диагноз острого респираторного синдрома определяли по берлинской классификации. Диагноз острого подвиждения почек ставили по критерию RIFL. Основным методом исследования системы гемостаза была тромбо-ластография и также применяли рутинные тесты, обычные в нашей практике. Также использовали клинические лабораторные шкалы оценки риска тромбо-геморрагических осложнений, шкала риска ПАДУ-ФТ, импрув-ФТ, шкала риска кровотечения, импрув-блит-скор, а также исследовали, применяя лабораторную шкалу оценки тромбо-геморрагических осложнений, разработанные в нашем отделении. Результаты. В первые сутки от начала заболевания у всех пациентов при поступлении был обнаружен очень высокий риск тромбоза как по клинической, так и лабораторной шкале оценки ФТО. Всем пациентам был назначен низкомолекулярный гепарин в стандартной профилактической дозе. Фрагмент 5000 дней в сутки, который предотвратил тромбообразование лишь у 43% больных. У остальных 57% пациентов через 7-10 часов пребывания в АВИД был обнаружен локальный тромбоз вен нижних и верхней конечностей. Включая развитие тромбом или легочной артерии, что свидетельствовало о недостаточности профилактической дозы низкомолекулярного гепарина. У этих больных дозах фрагмин была увеличена долечебная в зависимости от массы тела пациента. Выводы. Исследование системы гемостаза у больных вне больничной вирусной пневмонии в первые сутки показало, что профилактическая доза низкомолекулярного гепарина была недостаточной. У всех этих пациентов на фоне стандартной медикаментозной тромбопрофилактики по лабораторной больной шкале сохранялся высокий риск тромбоза. Стандартная медикаментозная тромбопрофилактика у пациентов. А РИЦ с небольничной вирусной пневмонией в начале заболевания является недостаточным. Полученные данные согласуются с последними европейскими рекомендациями о необходимости увеличения профилактических доз низкомолекулярного гепарина у пациентов с очень высоким риском тромбоза. В том числе это касается больных с вирусной пневмонией. У 61% пациентов медикаментозной профилактики не проводили и они были доставлены через 48-72 часа при отсутствии данной профилактики. У 67% имел место локальный медикаментозный тромбоз, из них у 54% впоследствии развился ДВС-синдром и полиорганная недостаточность. У всех пациентов с медикаментозным тромбозом или ДВС-синдромом была обнаружена тромбоцитопения. За период 8-12 часов с момента поступления в реанимацию у пяти пациентов 71% тромбоцитопения прогрессировала до очень выраженной величины до 3000 всего лишь в литре. При этом когуляционный гемостаз и фибринолиз были состоятельны. Геморрагических осложнений у этих пациентов мы не наблюдали. Назначение пациентам с вирусной медикаментозной пневмонией и локальным тромбозом при тромбоцитопении антикогулянтов в профилактической гвозе у 57% привело к развитию массивных геморрагических осложнений. Исследование системы гемостаза на фоне терапии антикогулянтами вывело высокий риск кровотечения в основном за счет гиперфибринолиза более 250% при норме до 100%. Выраженная тромбоцитопения таким образом является противопоказанием к назначению антикогулянтов пациентам с вирусной медикаментозной пневмонией. Извините, с вирусной медикаментозной пневмонией. Назначение антикогулянтов в данном случае приводит к нарушению баланса в системе гемостаза в пользу гиперфибринолиза и, как следствие, гиперфибринолизическому кровотечению. Наша тактика относительно медикаментозной тромбофилактики у больных с небольничной венозной пневмонией и тромбоцитопении согласуется с мнением других исследователей. У 72% больных на 5 и 9 сутки развивалась полиорганная недостаточность. При этом ведущее место занимало острая почвенная недостаточность в 31%, требующая проведения почвенно-заместительной терапии. Как показали лабораторные исследования, в основе развития полиорганной недостаточности Режал-ДВС-синдром по классификации АСТ-АВР-БИТ у 90% больных. У 57% пациентов с тромбоцитопении, которым была показана экстракорпоральная заместительная терапия при попытке проведения стандартной медикаментозной тромбопрофилактики в контуре, имел место геморрагический синдром. У 85% при почвенно-заместительной терапии у одного пациента с ЭКМО. Причиной всех кровотечений были главным образом передозировка антикогулянта и гиперфибринолиз. Режилактика и терапия геморрагических осложнений осуществлялась согласно европейским рекомендациям. Таким образом, вирусная внебоничная пневмония является самораспространенной инфекцией, приводящей к госпитализации, выделение интенсивной терапии и самораспространенной причиной смерти, связанной с инфекционными заболеваниями в развитых странах. В начале заболевания первые сутки имеет место выраженная гиперкоагуляция крови и высокий риск тромбообразования. В этот период времени требуется медикаментозная тромбопрофилактика повышенными дозами низкомолекулярного гепарина. Следующим этапом развития вирусной внебоничной пневмонии может быть гиперкоаглопатия потребления в основном виде выраженной тромбоцитопении. При этом высокий риск тромбообразования может смениться на высокий риск кровотечения. В этом случае необходимо уменьшить дозу антикоагулянта или отменить его совсем. В случае развития геморрагических осложнений показана стандартная гемостатическая терапия. Вектор медикаментозной коррекции системы гемостаза в зависимости от стадии патологического процесса. Как видно из этой таблицы, на первой стадии, когда имеет место гиперкоагуляция крови, основное лечение – это медикаментозная тромбофилактика низкомолекулярными гепаринами. При развитии коглопатии потребления и полиорганной недостаточности терапия медикаментозная начинает потихонечку, дозировки гепарина снижаются и начинает проводиться заместительная гемостатическая терапия. И с последнюю фазу, фибринолитический этап ДВС-синдрома, прекращается медикаментозная тромбопрофилактика и назначается гемостатическая терапия в основном в виде антифибринолитиков и препаратов плазмы и тромбоконцентрат. Спасибо за внимание.